Северный Кипр это плохое место для покупки недвижимости. У нас не было ни одного случая, чтобы наши покупатели инвестировали в недвижимость и на этом потеряли. За долгосрочное развитие бизнеса и отношений, а не за какую-то сиюминутную и такую сомнительную с моральной точки зрения прибыль. Здравствуйте, уважаемые зрители. Сегодня расскажу вам о двух главных ошибках при инвестировании в недвижимость Северного Кипра. Первая ошибка состоит в том, чтобы не задумываться о том, как вы будете выходить инвестиции до того, как вы в нее вошли. Я уже много раз говорил об этой ошибке, но повторюсь еще раз, потому что вижу, что вы вновь и вновь ее повторяете. Недавно мы выпустили видео о том, будут ли цены на недвижимость Северного Кипра расти или снижаться. Ссылочки есть в описании к этому видео. И двое наших зрителей написали в комментариях к этому видеоролику о своих историях, когда они инвестировали в несколько объектов и теперь не могут перепродать, не могут подключить коммуникации, не могут оформить эти объекты как следует на себя. Риэлторы, через которых покупали, теперь не отвечают на звонки, а застройщик ни в чем не хочет помогать. И точно такую же историю я слышал от одного из наших потенциальных покупателей. Вот буквально на прошлой неделе у него есть деньги для инвестирования, но он ранее уже купил через другую компанию и теперь не может перепродать даже за ту же цену, что и купил. И этими людьми был сделан вывод, что Северный Кипр это плохое место для покупки недвижимости. Мы, конечно же, постараемся им помочь, если они к нам обратятся. Хотя по правилам нашей компании мы никогда не вмешиваемся, у нас это запрещено правилами, никогда не вмешиваемся в сделки других агентств по продаже недвижимости. Кстати сказать, в ближайшее время, может быть там в ближайший месяц, мы выпустим несколько видеороликов о том, как не быть обманутыми при покупке недвижимости Северного Кипра, как на этом не потерять. Если еще не подписаны на наш канал, то подпишитесь прямо сейчас и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видеоролики о Северном Кипре и о недвижимости Северного Кипра. Вопрос. Так ли Северный Кипр плох? Ответ. Ну, конечно же, нет. В описанных примерах дело вообще не в стране, дело не в Северном Кипре. Это проблема данных непрофессиональных и безответственных риэлторов, кто занимался вышеописанными сделками. Вы знаете, меня зовут Игорь Коршунов, я генеральный директор и владелец компании Leverage Investments. Мы лидеры рынка недвижимости Северного Кипра, работаем для вас 2004 года и вот за эти почти 20 лет у нас не было ни одного случая, чтобы наши покупатели инвестировали в недвижимость и на этом потеряли. И это при том, что мы продали уже почти 5000 объектов недвижимости. Ставьте лайк, если согласны с тем, что во всех вопросах обязательно нужно иметь дело с профессионалами. Как не допустить такую ошибку? Прежде чем даже просто оставить небольшой депозит за квартиру либо виллу на Северном Кипре на перепродаже либо аренде, которой вы хотите заработать, получите сами для себя ответ на вопрос, кто в итоге эту квартиру либо виллу будет перепродавать либо сдавать в аренду. Ведь у вашей инвестиции не вырастут ноги, руки и голова, чтобы она могла сама себя прорекламировать и продать либо сдать в аренду. А значит, еще до того, как купить, вы точно должны знать, кто для вас заработает эти деньги. Я прекрасно понимаю, почему часто покупатели и инвесторы покупают не через нашу компанию. Конечно, когда другие обещают доход на аренде 12-25% годовых, а мы честно говорим о реальных 5-8% годовых, люди ищут где более выгодно. Есть такие кадры, которые обещают вам прибыль на перепродаже и 60% за месяц, и 200% за год. А наши сотрудники всегда говорят правду и называют реальные цифры. И в этом мы, конечно же, проигрываем нашим конкурентам. Просто потому, что говорим правду о реальных доходах на перепродаже и на аренде. Другое дело, что в итоге покупатели, кто захотел больше, чем оно бывает в реальности, вообще остаются без какой-либо прибыли. Один на один со своими проблемами. Причем на это попадаются не только новички, но и, можно сказать, опытные инвесторы, кто с нами уже более 10 лет. Но им все равно хочется верить в сказки. У таких риэлторов, конечно же, нет другого выхода, кроме как потом, после продажи, не брать трубку и прятаться от своих покупателей. Так как за такие вот высокие доходы, как они обещали, они ответить все равно не смогут. Если бы это было реальным и гарантированным, застройщики бы тогда сами не продавали, а строили и сдавали бы в аренду. Либо сами ждали повышения цен и зарабатывали бы еще больше. Мы, кстати сказать, сами, как застройщики и как инвесторы, придерживаемся той же политики. Зачем мне продавать сегодня за 100 тысяч, например, если я знаю, что завтра, ну завтра, там через месяц, гарантированно этот объект будет стоить 110 тысяч, а через год, полтора, 200 тысяч. Зачем его продавать сегодня, если можно продать завтра, гарантированно дороже и больше на этом заработать. Ведь в этом же и смысл инвестиций, чтобы зарабатывать. И еще, наша компания иногда вообще не зарабатывает на перепродаже, либо даже немного уходит в минус. Я имею в виду, когда мы перепродаем объекты недвижимости наших инвесторов. Потому что главное для нас это принести деньги, принести прибыль в карман нашего инвестора. И вопрос не только в том, что мы там такие вот маниакально честные или глупые и работаем себе в убыток. Нет, просто мы прекрасно знаем, что если инвестор сегодня заработает и будет доволен, завтра он эти же деньги снова инвестирует через нашу компанию. И мы заработаем уже вот на той последующей сделке. Мы уже почти 20 лет придерживаемся этой стратегии. И как видите, она работает. И все наши покупатели имеют абсолютную надежность при покупке и заработок при перепродаже. Я уже не говорю о том, что все наши сделки, каждая наша сделка, она застрахована на 400 тысяч евро. Это уникальная особенность и отличие нашей компании, которая дает еще больше уверенности, надежности и безопасности нашим дорогим покупателям и инвесторам. А мы сами при такой политике, при таком подходе остаемся успешными лидерами рынка. Ставьте лайк, если вы тоже за долгосрочное развитие бизнеса и отношений, а не за какую-то сиюминутную и такую сомнительную с моральной точки зрения прибыль. Вторая ошибка в том, что вы хотите получить прибыль как можно больше и прямо вот сейчас, моментально. А так оно в реальности почти никогда не бывает. А если и бывает, то это не норма, это скорее исключение из правил. И не нужно на эти исключения рассчитывать, чтобы потом не разочаровываться. Если вы инвестируете в недвижимость и делаете это правильно, вы гарантированно на этом заработаете. В отличие от инвестирования в акции, либо в бизнес, где чисто статистически у вас не более 10% вероятности хотя бы не потерять на этом деньги. Но если уж вы инвестировали в недвижимость, будьте, пожалуйста, готовы к тому, чтобы выйти с прибылью из инвестиции, возможно, только через 10 лет, например. Хорошо, если через полгода-год вы выйдете из инвестиций с прибылью, но обязательно будьте готовы к тому, что ваши деньги будут заморожены на длительное время. Тогда вы не будете разочарованы и гарантированно заработаете. А это значит, что не нужно входить в инвестицию без денег. И не нужно входить с последними деньгами, которые завтра вам могут понадобиться. И если вы знаете, что эти деньги вам понадобятся через месяц, полгода или год, то не нужно их вкладывать в недвижимость. Лучше положите их на Северном Кипре в банк на депозит и получите свои 1-2% годовых. И получите их оттуда ровно в тот момент, когда они вам понадобятся. Я могу ответственно сказать, что за почти 20 лет работы на Северном Кипре у нас бывали ситуации, когда квартира либо вилла перепродается в тот же день, либо в ту же неделю, за месяц. Довольно быстро, в общем. А бывает, что квартира в этом же комплексе, где другие объекты продаются постоянно и быстро, не продается годами. И квартира прекрасна, и спрос есть, и покупатели ее постоянно смотрят, и нахваливают, и регулярно оставляют даже депозиты за нее. Но в итоге сделки так и не доходят. До финала они срываются, ее в итоге никто не покупает. И соседи уже косо смотрят и говорят, что какая-то она заколдованная, эта квартира. Они же видят, что пока зайдут, а продажи нет. Они видят, что нормальная, адекватная цена. Почему она тогда не продается? Ничем такую ситуацию объяснить лично я не могу. Такое бывает нечасто, но время от времени бывает. Но в итоге цены на рынке все равно растут, спрос все равно растет, и инвестор все равно выходит из такой инвестиции с прибылью. Главное, чтобы он понимал, что не всегда это бывает так быстро, как он этого хочет. Но в итоге он все равно гарантированно заработает. Как мы уже говорили в предыдущем пункте, правда она не такая красивая и привлекательная, как те сказки, которыми вас часто кормят те риэлторы, кто хочет поскорее вам продать и забыть о вас. Я считаю, что лучше видеть реальную картину и основываться на ней, чем одеть розовые очки, верить в сказки и в итоге потерять свои деньги и винить Северный Кипр, хотя он в этом совершенно ни при чем. Ставьте лайк, если согласны со мной. Это же пассивный доход. Вы зарабатываете, ничего не делая. Вы же не ходите каждый день с утра до вечера на работу, не изобрели Windows или Tesla, не написали бестселлер. Считайте, что это просто такие деньги, которые вы положили в банк, но в банке вы получите 1-2% годовых, а недвижимость вам принесет в итоге, скажем, 10% годовых. Если будет больше, то это будет прекрасно. Если это будет 10% годовых, все равно это в 5 либо в 10 раз больше, чем вы бы получили процент по банковскому депозиту. Уважаемый зритель, напишите, пожалуйста, в комментариях под видеороликом, что об этом думаете, согласны с этим или не согласны. Именно так мы и сами инвестируем. Вот мы вложили деньги 5 лет назад в один из наших инвестиционных проектов. И теперь просто наблюдаем, как стоимость наших объектов растет. Нет никакой необходимости их продать прямо сейчас. Чтобы что в итоге? Получить деньги и искать такую же выгодную инвестицию, вкладывать в нее деньги и получать точно такой же результат? А зачем тогда это нужно? Иногда риэлторы меня просят, пожалуйста, выставьте ваши объекты на продажу. А зачем? Нам это совершенно не нужно. Пусть себе дорожают и этим нас радует. Продать по хорошей цене мы всегда гарантированно успеем. Иногда бывает, что мы получаем конкретное предложение. Вот вам деньги, продайте. Тогда, конечно, мы продаем и выходим из инвестиций с прибылью. Естественно, ни о каких скидках в этом случае речи не идет. Хочешь – покупай, не хочешь – не покупай. Вот прямо сейчас мы продаем какие-то из объектов, в которые инвестировали ранее. А какие-то объекты продолжают расти в цене, и мы их не трогаем. Мы ждем еще роста цен. Еще не пришло время, чтобы выходить из этих инвестиций и зарабатывать на этом. А в какие-то новые проекты мы только недавно инвестировали. И при этом мы сами постоянно находимся в поиске новых интересных вариантов для инвестирования. А если вы инвестировали свои последние деньги, и они вам завтра понадобились, не вините, пожалуйста, Северный Кипр в том, что вы уходите из инвестиций без прибыли или даже с убытком. Просто ваша стратегия инвестирования была неправильной. Ну, либо, может быть, случился форс-мажор. У нас так тоже было. Мы вложили деньги в один прекрасный проект. Это было лет 10 назад, может быть, 11. И у нас были свободные деньги, и была интересная возможность их вложить. Мы даже не думали, когда-либо эти объекты продавать. Основная идея была просто надежно в данный момент имеющиеся у тебя свободные денежки припарковать. Мы думали, что, может быть, будем сначала сдавать в аренду. Это будет наш такой резерв в случае крайней необходимости. Или как залог для какого-нибудь возможного кредитования в дальнейшем. Но почти сразу, к сожалению, сложились так обстоятельства у нас, что нам понадобилась серьезная сумма денег для того, чтобы остаться на плаву в сложный на тот момент. И нам, к сожалению, пришлось эти объекты быстро продать. Тоже с какой-то там либо минимальной прибылью, либо даже, может быть, с убытком в итоге. Но это форс-мажор. Это не стандартная ситуация. Так бывает. При этом стратегия инвестирования у нас все равно не поменялась. Покупаем недвижимость и забываем о ней на долгие годы. С удовольствием наблюдаем за тем, как она растет в цене. Ставьте лайк, если тоже хотели бы хорошо зарабатывать на инвестициях в недвижимость Северного Кипра. В одном из следующих видеороликов серьезно поговорим о недостатках Северного Кипра. Я вам расскажу о том, почему то, о чем вам рассказывают, как о недостатках, на самом деле недостатком не является. А также о том, какие настоящие есть недостатки и почему их от вас скрывают. А еще будет видео о том, как не быть обманутыми и не потерять при покупке недвижимости. Подпишитесь на наш канал прямо сейчас и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видеоролики о Северном Кипре и о недвижимости Северного Кипра. А если вы интересуетесь приобретением недвижимости на Северном Кипре, прямо сейчас напишите нашим сотрудникам. Ссылочки есть в описании и в закрепленном комментарии. И они вам моментально, буквально через несколько минут, вышлют подборку юридически проверенных объектов недвижимости, которые идеально подходят конкретно вашей ситуации, конкретно под ваш запрос. И открывайте для себя Северный Кипр вместе с компанией Leverage Investments. Продолжение следует...